Глава Тюмени Руслан Кухарук сегодня лично проверил ход работ на объектах благоустройства во дворах и зелёных территориях Восточного округа. Работа кипит, подрядчики стараются успеть сдать объекты до наступления холодов. Алексей Козлов расскажет подробнее. Да, здесь уже выверено и Федерация Баскетбола уже приняла асфальт. На улице Валерии Игнаровской вот-вот появятся современные баскетбольные площадки. Изначально в проекте были только они, но в администрации проект расширили. В перспективе здесь будут беговые дорожки и воркаут-зона. Нужно это для того, чтобы учащиеся соседней 70-й школы могли здесь заниматься физкультурой, а также жители района. Установили уже на сегодняшний день воркаут-зону и стойки для баскетбольных щитов. С понедельника начнётся укладка покрытия. Это будет акриловое покрытие 11-слойное. Производитель приезжает совместно с Федерацией Баскетбола России на укладку данного покрытия. Следующие объекты это дворы и детские игровые площадки на улицах Лугунова, Монтажников и Народной. Работы завершены. Здесь уже играют дети. Обустройство территории делали, исходя из пожеланий жителей. Уникальный спортивный. Последний объект осмотра. Один из самых крупных в стране физкультурных центров. Площадь более 12 тысяч квадратных метров. Из объекта сегодняшней программы наибольший интерес у жителей Восточного района вызывает фитнес-центр с бассейном на улице Народной. Сейчас ведётся строительство. Здание будет трёхэтажным высотой 20 метров. Ну а стройку планируют завершить осенью 2022-го. Инвестор появился полтора года назад. Кроме спортзалов и зоны релакса будет 50-метровый бассейн на 8 дорожек. Объект уникален тем, что это единая сеть по всей Российской Федерации. 22-й такой фитнес-центр будет реализован инвестором. Это целый комплекс мероприятий, который включает в том числе и образовательный процесс. И ожидаемое количество рабочих мест, которые будут задействованы в рамках этого объекта, составит более 300. Кроме этого комплекса по соседству находится теннисный центр с открытой и закрытой площадками. Таким образом, в Восточном формируется спортивный кластер, который будет местным притяжением не только жителей этого района, но и всего города. Алексей Козлов и Евгений Доценко. Тюменская служба новостей.